Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина. На площади нет души. Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет Божий уныло, как голодные пасти. Около них нет даже нищих. «Так ты кусаться, окаянная!» — слышит вдруг Очумелов. «Ребята, не поищай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! Держи!» Слышен собачий виск. Очумелов глядит в сторону и видит, из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубахе и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий виск и крик «Не пущай!» Из лавок высовывается сонная физиономия и скоро около дровяного склада, словно из-под земли выросшей, собирается толпа. «Никак беспорядок, ваше благородие», — говорит городовой. Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано «Уже я сорву с тебя, Шельма!» Да и самый палец имеет вид знамения победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала, белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. «По какому это случаю тут?» — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. «Почему тут? Это ты зачем, палец? Кто кричал?» «Иду я, ваше благородие, никого не трогаю», — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. «Насчет дров с Митрием Дмитриевичем. И вдруг это подло ни с того ни с сего за палец. Вы меня извините, я человек, который работающий. Работа у меня мелкая. Пущай мне заплатят, потому я этим пальцем, может, неделю не пошевельну. Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть. Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете». «Хорошо», — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. «Хорошо. Чья собака?» «Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать. Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям. Как оштрафуют его мерзавца, так он у меня узнает, что значит собака и прочий бродячий скот. Я ему покажу, кузькину мать. Елдырин!» — обращается надзиратель к городовому. «Узнай, чья это собака, и составляй протокол. А собаку истребить надо немедля. Она, наверное, бешеная. Чья это собака, спрашиваю?» «Это, кажись, генерала Жигалова!» — кричит кто-то из толпы. «Генерала Жигалова?» «Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать перед дождем. Одного только я не понимаю. Как это она могла тебя укусить?» — обращается Очумелов к Хрюкину. «Не, что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь известный народ. Знаю я вас чертей. Он, ваше благородие, цыгаркой ей в Хрю для смеха, а она не будь дура и тяпни. Здарный человек, ваше благородие!» «Врешь, кривой. Не видал, так стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин, и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. А у меня у самого брат в жандармах. Ежели хотите знать...» «Не рассуждать?» «Нет, это не генеральское», — глубокомысленно замечает городовой. «У генерала таких нет. У него все больше легавые». «Ты это верно знаешь?» «Верно, ваше благородие». «Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это, черт знает что. Ни шерсти, ни вида, подлость одна только. И эдакую собаку держать. Где уж у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или в Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально...» «Не дыши!» «Ты, Хрюкин, пострадал, и дело этого так не оставляй. Нужно проучить. Пора!» «А может и генеральская», — думает вслух городовой. «На морде у ней не написано. На медне во дворе у него такое видел». «Вести мы, генеральская!» — говорит голос из толпы. «Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто. Что-то ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос с сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака — нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять. Сам виноват». «О, повар генеральский идет. Его спросим. Эй, Прохор, пойди-ка сюда, милый. Выгляди на собаку. Ваша?» «Выдумал. Эдаких у нас отродясь не бывало. И спрашивать тут долго нечего», говорит Очумелов. «Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать, ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая. Истребить. Вот и все». «Это не наше», продолжает Прохор. «Это генералова брата, что на Меднесть приехал. Наш не охотник да борзых. Брат их не охочь». «Да разве братец ихний приехали, Владимир Иванович?» спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. «Ишь ты, господи, а я ты не знал, погостить приехали в гости». «Ишь ты, господи, соскучились по братце, а я ведь и не знал. Так это ихняя собачонка. Очень рад. Возьми ее, возьми. Собачонка ничего себе, шустрая такая. Цап этого запалится. «Ха-ха! Ну, чего, чего дрожишь-то? Ра-ра-ра! Сердится Шельма! Цу-цик эдакий!» Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя!» Грозит ему очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади. Продолжение следует...